Всем привет дорогие друзья, с вами Митя Хэд, канал Читмил. Доставайте ништячки, присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Сегодня 2 февраля 2020 года, а с завтрашнего дня, ну для вас уже в этом видео, на моем канале стартует выживание в Сибири на 1000 рублей. Вначале я хотел прожить на эти деньги неделю, но потом подумал, зачем себя ограничивать, в итоге мы будем жить столько, сколько получится. В общем, пока не кончатся продукты. Цель выживания не просто выжить, потому что можно было бы взять 10 килограмм картошки и выжить на 300 рублей. Нужно питаться правильно, сбалансировано и желательно полезно. В общем, пишите в комментариях, как вы думаете, на сколько меня хватит. Также ставьте лайк, если любите выживание, ставьте лайк, если ждали этого видео, а я пока отправляюсь за покупками. Я приехал в Ленту и взял тележку, сейчас будем закупаться. Начнем с курочки. О, я удачно зашел. На неделю мне нужно примерно 1200-1400 грамм. Возьму вот этот 760 и еще один такой же 760 грамм от 31 числа. Конечно же, нам еще понадобится рыба, но тут что-то рыба не очень, поэтому посмотрим в другом магазине. Для правильного завтрака нам понадобится сливочное масло, но здесь оно что-то тоже дорогое. Ни одного масла дешевле 100 рублей нет, но есть вот такое, но это 100 грамм. Хотя нет, вот алтайская буренка, 100 рублей 79 копеек за 180 грамм. Берем. На завтраке, конечно же, нам нужна овсяночка. Вот так, вот она, 59 рублей, нет, дороговато. Кажется, нашел киркулес, 10 рублей 69 копеек. Отлично. Для завтрака нам понадобятся еще какие-нибудь ягоды, но мы их возьмем в другом магазине, потому что в Ленте ягода так себе. Ну, чтобы вы убедились, я вам наглядно покажу, смотрите. Короче, ягода не очень, но и стоит она дороговато. Основа основ любого выживания, это, конечно же, крупы. Гречка за 34,89, 800 грамм и рис за 31,49. Отлично. Возьмем еще одну очень крутую штуку, смотрите, 33,99. Это вот такая вот аджика 365 дней. По моим подсчетам, у нас остается еще чуть больше 500 рублей. В подсолнечном масле, как показывает мой опыт, особой разницы нет. Главное, чтобы оно было дезагарированное и рафинированное. Это в какой-то странной упаковке, но за 49 рублей, да, да, 49,89 пойдет. Нужно взять еще какой-нибудь чайок, я вот тут нашел в новогодней распродаже. 49,99 чай, который раньше стоил 105 рублей. Берем. Чуть не забыл взять соль 13,99 и Летская иодированная. И еще одна крутая штука, которая называется хрен столовой за 27,99. Все, идем на кассу. Вышло чуть дороже, чем я ожидал, получилось 611 рублей. Нам нужно еще купить кучу всего, а осталось у нас 389. Не знаю, как, но нам нужно это сделать. За рыбой, яйцами и ягодой я приехал в Командор. Это наша местная сеть супермаркетов. Так, рыбка, пакция, 159. Вот тут нормально. Гарбуча. 150 рублей, но у меня еще будет скидка бездрожжевой. Сверхлеб 35,99. Дешевые ягоды я здесь не нашел, нужно взять еще яйца и специи. Яйца второй категории, самые дешевые 52,99. Вот, берем паприка, куркума и перец черный, молотый. И еще возьму за 15 рублей приправа для плова. 261 рубль, 10 копеек карта. На улице мороз, денег остается все меньше, но я уже почти все купил. Отправляемся за овощами. Овощи я взял специализированно в магазине, но снимать там было вообще неудобно, поэтому покажу вам все дома. О, да, по пути домой я заехал еще в магазин Красный Яр и нашел там вот такой вот соевый соус за 9,98. Я купил все, что было нужно, и у меня осталось еще примерно 4 рубля. Пишите, что на них можно купить в комментариях. Здесь все, что я купил на 1000 рублей, а точнее на 996 рублей и, кажется, 48 копеек. Точные цифры появятся сейчас вот здесь внизу, сколько потратил, сколько осталось. Ну, а я покажу вам, что купил в магазине овощей. Весь этот пакет вышел на 114, кажется, рублей. В общем, смотрите, я взял вот такой пучок петрушки, по-моему, рублей на 18. Дальше капуста, основа основ любого выживания. Куча всяких разных мелких пакетиков. Это морковка, несколько штук картошек, лук обычный репчатый и лук красный. А еще я взял, сейчас, вот, лук красный, чеснок, а еще я взял финики, потому что финики прекрасно заменяют сладкие, а еще в них сладкое. А еще в них очень много полезных витаминов, минералов и аминокислот. Ну, в общем-то, на этом все. Еще из машины я принес вот такие вот стихи, стики сахара, которые у меня оставались от обзоров фастфуда. В общем, он достался мне бесплатно. Если вы считаете, что это какое-то читерство, то можете списать на них как раз вот те самые 3 рубля 48 копеек, которые у меня остались. Среди всех этих продуктов есть те, которые портятся гораздо быстрее других. Например, куриное филе я взял аж 2 пачки. Одну я закину в морозилку, вторую оставлю, мы что-нибудь из нее приготовим. А еще я взял вот такую вот рыбеху, которую мы сейчас с вами засолим. Все цены и вся подробная закупка, конечно же, у меня в инстаграме. Ссылочка на него появится сейчас внизу экрана. Если еще не подписаны, то подписывайтесь. Там в реальном времени вы можете следить за моим выживанием. И пишите в комментариях, насколько, по вашему мнению, мне хватит этого набора, хватит ли его на 7 дней, и что бы вы сюда добавили, и что наоборот убрали. Короче, ваши варианты набора для выживания на неделю за 1000 рублей. Пишите в комментах. Ну, а я пока займусь рыбой. Пара бесплатных журналов из подъезда. Отрезаю голову, хвост и нарезаю кусками средней величины. Снимаю кожуру, вырезаю хребет и получаю целую тарелку разделанной рыбы. Время готовить маринад. 1 литр кипятка, 5 столовых ложек соли. Тут нам понадобится сахар из KFC. Нужно примерно 3 столовые ложки. Черный перец. Хорошенько перемешиваю. И охлаждаю до комнаты температуру старым дедовским методом. Как только рассол остыл, опускаю в него рыбу. Ровно на 20 минут. 20 минут спустя рыбу просушиваю, перекладываю в контейнер и смазываю подсолнечным маслом. Убираю ее в холодильник. К утру она уже будет готова. Доброе утро, дорогие друзья. Выживание день первый. Так, сейчас посмотрим. 73... 73,2. Время готовить завтрак. Так, рыбка просолилась. Кладем. Овчанка. Достаем. И нам понадобятся ягоды. А также хлеб и сливочное масло. Сейчас покажу вам быстрый и простой рецепт ППшной полезной кашки без термообработки. Чуть не упало. 1 столовая ложка геркулеса. Ну, возьмем 1,5. Ложка замороженной ягоды. И совсем немного фильтрованной воды. 30 секунд и каша готова. Завтрак готов. Сейчас покажу вам, что у меня здесь. С одной рыбы получился вот такой вот целый контейнер малосоленой рыбки. Сейчас уберу ее в морозильник. И потом буду каждое утро доставать по паре кусочков. Я сделал хлеб с маслом, с рыбкой, с красным лычком и немного петрушки. Как вам такое выживание, а? Смотрите, кашка ППшная вот такая, без термообработки. 5 фиников. И я заварил вот этот чаек, который купил по распродаже какой-то новогодний. С Новым годом и Рождеством. Чай черный листовой с чабрецом. Отлично. Древние китайцы утверждают, что чай нужно наливать каким-то особым способом. Есть длинный чай, есть короткий, но мне на это пофиг. Приятного аппетита. Сейчас позавтракаю и будем готовить обед. У меня остался хвост и голова горбуши. Жабры я уже вытащил. Картошка, морковка, лук, зелень петрушки, соль и перец. Из всего этого на обед мы приготовим уху. Я бы мог, конечно, сюда добавить еще и риса, который мы с вами тоже купили для Нажора, но я не буду этого делать, потому что это будет уже не уха. Закладываю рыбу. Немного соли. Накрываю крышкой минут на 5. Кубиком нарезаю картофель. 5 минут прошло. Картошка. Минут на 10. Тем временем полукольцами нарезаю морковь. 10 минут спустя добавляю морковь. И туда же целую очищенную луковицу. Добавляю немного черного перца. И варю до готовности овощей. Прошло еще минут 7 и уха готова. Смотрите. Если бы вы только чувствовали, какой аромат. Сейчас будем пробовать. Получилось даже больше, чем я ожидал. Я тарелку сюда положил и тут еще, наверное, на 2 порции. Я добавил в уху немного зелени петрушки. Получилась вот такая вот штука. Приятного аппетита. Давайте попробуем. Снимем пробу этой ухи. Вкуснятина. Увидимся на ужине. Меня тут вызвали на работу увезти пару заказов. Я подрабатываю в доставке. На улице мороз, дубак, минус 20 сегодня, ветерок. А завтра обещают потепление. В общем, сейчас увезу заказ и двигаю домой. Будем готовить ужин. Так, все. Я дома уже даже поставил стирку. Надеюсь, машинка сильно не будет перебивать звук. У меня разморозилась курица. Но всю ее использовать сразу мы не будем, потому что ее здесь 700 грамм, а мы экономим. Я ее замариную, и мы будем ее готовить по мере необходимости. Первым делом филе нужно как следует промыть. Сразу отрезаю боковушки. А толстые куски филе разрезаю вдоль. Как-то раз я проводил эксперимент, пытаясь выяснить, что выгоднее покупать. Цельную куриную тушку или уже готовое филе. Я снял все мясо с костей, и получилось, что его стоимость в районе 700-800 рублей за килограмм. Поэтому филе покупать всегда выгодно, тем более я взял его в ленте, по-моему, за 175. Смешиваю куркуму, паприку и черный перец. Добавляю немного соли. И равномерно посыпаю этими специями филе. В таком состоянии курица может храниться в холодильнике еще пару дней. Отправляю два куска на сковородку, а остальное отправляю в холодильник. На ужин я хочу салатную тетку. Морковки получилось слишком много. Часть отложим на следующий раз. Капусту нужно немного помять. Тут-то нам и пригодится соевый соус. Пожалуй, перелью его в более подходящую посуду и добавлю немного воды. Наверняка многие из вас не знали, но когда вы заказываете суши, в большинстве случаев соевый соус там тоже разбавляют. Для салата нам понадобится примерно 1 чайная ложка. Тем временем у нас готова курочка. Салат хорошенько перемешиваем. И добавляю чуть-чуть подсолнечного масла, чтобы активировать морковь. На протяжении всего дня я пью воду. Как можно больше воды. Мой сегодняшний ужин выглядит вот так. Так, филе куриной грудки, салат метелка, белки и клетчатка, ничего лишнего. И кстати, да, для того, чтобы полезные свойства, полезные вещества из морковки усваивались, нужно ее сдабривать маслом. Сейчас поужинаю и проведем продуктовую ревизию. После первого дня выживания у меня осталось контейнер с малосоленой рыбкой, замороженная подложка целая 700 грамм куриного филе, финики, куриное филе замаринованное в специях, охлажденное, зелень петрушки, соль, геркулесовые хлопья, рис и гречку я так и не начал. Дальше специи, приправа для плова, куркума, перец и паприка, яйца целые еще, масло начал, здесь у меня соевый соус, слегка разбавленный с водой, лучок красный, чеснок, половина еще лука красного, хлеб, лук обычно репчатый, салат, метелка, куриное филе уже готовое. Дальше аджика, хрен еще не распечатывал, уха на пару порций, одна картошка, которая осталась от ухи, не знаю, что с ней делать, пишите в комментариях ваши предложения. Капуста, ягода замороженная, картошка, морковка, так, ну и в общем-то все. Новое видео появится на канале в четверг, там будет второй и третий день выживания, в конце каждой серии мы с вами будем делать такую ревизию, проверять сколько чего осталось и на сколько дней нам еще хватит. Не забудьте проверить подписаны ли вы на канал и нажат ли у вас колокольчик рядом с кнопкой подписаться, чтобы всегда получать уведомления, когда на канале выходит новое видео. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось и пишите в комментариях, что вы думаете, на сколько меня хватит и предлагайте свои рецепты, возможно что-то из этого использую в следующих видео. С вами был Митя Хэт, до скорого!